ОГЭ по математике задание номер 21. Решите уравнение. x-2 в квадрате умножить на x-3 и все это равно 12 умножить на x-2. Ни в коем случае делить на x-2 нельзя, потеряем корни. Далее, также нельзя раскрывать. В принципе, вообще-то раскрыть можно и перенести все в левую часть. Но тогда получится кубическое уравнение, которое не очень-то легко будет решить. То есть потом придется опять разлагать на множители левую часть. Поэтому самый лучший способ следующий. Левую часть пока перепишем. x-2 в квадрате умножить на x-3 и перенесем правую часть в левую сторону с противоположным знаком. То есть будет минус 12 умножить на x-2 и все это равно 0. Теперь можно вынести за скобки x-2. Вот здесь у нас x-2 в квадрате, а вот здесь просто x-2. Значит, выносим x-2 за скобки. Когда у нас получается x-2 выносим. Когда у нас получается от первого слагаемого тут было в квадрате, значит одно забрали. Значит останется x-2 в первой степени. То есть просто будет x-2. x-2 одно остается. Да еще умножить на x-3. Минус 12. От второго слагаемого остается минус 12. И все это равно 0. x-2 перепишем. x-2. А вторую скобку преобразуем. То есть начнем перемножать. x-2 на x-3. Умножаем. Как можно умножать? По-разному. Например, можно первое на первое, первое на второе, второе на первое, второе на второе. Например, так можно. Что тогда получается? x умножить на x. У нас тогда получается x квадрат. Минус 3 до умножить на x. Минус 3x. Минус 3x. Минус 2 на x. Минус 2x. И минус 2 умножить на минус 3. Минус на минус дает плюс. Значит будет плюс 6. Да еще у нас было во второй скобке минус 12. То есть минус 12 нужно дописать. И все это равно 0. Теперь во второй скобке приведем подобные слагаемые. Тогда у нас первую скобку мы перепишем. x-2. А во второй скобке приводим подобные слагаемые. Мы получаем x квадрат минус 5x минус 6 и все это равно 0. Конечно можно сейчас найти корни вот этого квадратного трешлена и разложить на множители. Видео x минус x первое умножить на x минус x второе. Но мы сделаем проще. Мы сразу будем записывать решение. Произведение вот этих двух сомножителей равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен 0. То есть у нас получается совокупность двух уравнений. Или x минус 2 равно 0. Или вторая скобка. То есть x квадрат минус 5x минус 6 равно 0. Отдельно решаем каждое из данных уравнений. Тогда число 2 переносим вправо со знаком плюс. Получаем корень x равно 2. x равно 2. И теперь осталось решить квадратное уравнение. Можно по разному его решать. Можно через дискриминант. А можно по теореме Виета. Тогда произведение чисел равно минус 6. А сумма с противоположным знаком вот этому числу. То есть получается тогда будет сумма равна 5. В итоге получаем корни минус 1 и 6. Сейчас проверим. Минус 1 и 6. Произведение минус 1 на 6 будет минус 6. А сумма минус 1 плюс 6 будет плюс 5. Как раз получается. Кто не может таким способом, находит корни через дискриминант. То есть у нас получилось еще 2 корня. x равно минус 1 и x равно 6. В итоге получаем всего 3 корня. И осталось только записать все эти 3 корня в ответ. Обычно корни пишут в порядке возрастания. То есть пишем так. Ответ. И в порядке возрастания запишем корни. То есть минус 1, число 2 и число 6. Если решение задачи понятно, не забывайте ставить лайк. Продолжение следует...